бедность коррупция и наркокартели такой представляют себе мексику большинство людей местные напротив будут уверять что мексика страна с динамично развивающейся экономикой промышленным потенциалом древние богатые истории что интересно и то и другое правда в этом выпуске я расскажу о криминальной стороне страны самых влиятельных картелях а также покажу как сам президент идет на уступки картелю тихуанский картель в 1980-х тихуанский картель являлся одной из самых больших и могущественных организаций в мексике на пике своего могущества картель проник в правоохранительные органы и судебную систему картель контролировал транспортировку и распределение партии кокаина героина марихуаны и метамфетамина также организация имела дурную славу за чрезмерное насилие начиная с 2006 года картель синалоа забрал под свой контроль большую часть территории которая когда-то находилась под контролем тихуанского картеля хотя данный картель все еще существует но из-за множества смертей арестов внутренних конфликтов и растущей мощи конкурентов он сократился до небольшой группы разбросанных ячеек картель хуареса картель хуареса также известный как организация висенте карильо фуэнтеса располагается у границы мексики и сша в течение длительного времени картель являлся главным поставщиком кокаина в сша картель получал еженедельно прибыль около 200 миллионов долларов до смерти амада карильо фуэнтеса в 1997 году которая ознаменовала собой начало упадка организации сентябре 2011 года мексиканская федеральная полиция сообщила что криминальный синдикат теперь носит название новый картель хуареса у него есть вооруженный отряд который прославился тем что ее представители обезглавливают врагов оскверняют их тела и выбрасывают их в публичных местах чтобы посеять панику и вселить в людей страх главным соперником нового картеля хуареса является картель синалоа который по мнению многих на данный момент сохраняет контроль над большей частью оборота наркотиков в городе хуарес а в 2012 году в перестрелках из-за разборок за территорию погибли более двух тысяч человек картель тамплиеров это мексиканская преступная организация созданная людьми ранее входившими в картель la familia которая была образована в 2011 году тамплиера объявили о себе продемонстрировав более 40 баннеров наркокартелей по всему штату в которых говорилось мы поддерживаем и защищаем порядок предотвращаем грабежи похищения людей вымогательства и стараемся уберечь штат от конкурирующей организации первая жертва картеля тамплиеров была повешена над путепроводом с запиской в которой утверждалось что человек был похитителем что мгновенно дало им репутацию очень жестокой организации картель получил свое название от тамплиеров средневековья которые защищали иерусалим и в соответствии с книгой под названием эль нарко уголовное партизанское движение внутри мексики данный картель утверждает что является защитником штата мичоакан также этот героический но незаконный робингутский подход к преступности привел к тому что членов данного картеля теперь считают знаменитостями сам картель контролирует операции в мичоакане морелосе и штате мехико картель нового поколения халиско данный картель был основан в 2009 году в 2010 году картель объявил войну всем другим мексиканским картелям заявив о своем намерении захватить гвадалахару в настоящее время картель воюет с лос-сетос за контроль над этим городом а также за контроль над штатами халиско и веракрус в 2011 году картель взял на себя ответственность за то что было названо резневой веракрусе рядом с торговым центром на грунтовой дороге были обнаружены 35 тел картель также взял на себя ответственность за 67 убийств на следующий день в ответ на насилие и казни правительство мексики начала кампанию с участием армии под названием операция безопасный веракрус картель гольфо картель гольфо основанный в 1987 году хуаном непомусен нагера считается одной из старейших преступных организаций в мексике согласно управлению по борьбе с наркотиками картель гольфо ответственен за транспортировку партии кокаина метамфетамина героина и марихуаны из колумбии гватемалы панамы и мексики в сша организация также занимается отмыванием денег вымогательством и незаконным оборотом оружия после раскола с лос-этос сила картеля гольфо несколько ослабла он пережил потерю важных лидеров а сама борьба привела гибели нескольких человек и арестов мексике и сша тем не менее картель гольфо по-прежнему сохраняет контроль над своими основными коридорами контрабанды в сша картель лос-этос по данным правительства сша лос-этос является самым технологически продвинутым и опасным картелем в мексике в 1999 году спецназовцы из элитных сил мексиканской армии дезертировали основали этот картель и начали сотрудничать с картелем гольфо название лос-этос происходит от тактического радиопозывного сигнала для командиров в мексиканской армии 2010 году лос-этос откололись от картеля гольфо и взяли на себя ведущую роль в осуществлении большинства убийств связанных с наркотиками похищением людей и вымогательством с момента резьбы в сан-фернандо в ходе которой погибли более 190 человек вплоть до нападения с применением гранат в морелии в 2008 году в ходе которой погибли 8 человек и было ранено более 100 человек лос-этос провели несколько нападений на гражданских лиц и членов других картелей на сегодняшний день под контролем лос-этос находится 11 мексиканских штатов и картель постоянно продолжает нанимать и обучать новых наемников картель синалоа по данным разведки сша картель синалоа является самым могущественным наркокартелем в мире так картель несет ответственность за импорт сотен тонн кокаина в сша в период между 1990 и 2008 годами несмотря на то что картель синалоа оставил 14 отсеченных голов в коробках перед офисом мэра в городе ну его лоредо в 2012 году лидер картеля по имени эль-чапа предпочитал действовать через взятки вплоть до 2008 года картель синалоа в основном ассоциировался с территориями в золотом треугольнике которые включают в себя штаты синалоа дуранго и чуауа тем не менее недавно картель переместился в штат сьюдад хуарес и начал войну за территорию с местным картелем возглавляемым винсенте карильо фуэнтесом в результате конфликта погибло более пяти тысяч человек и несмотря на то что бывший президент мексики филиппо кальдерон направил войска для подавления насилия хуарес стал самым опасным городом в мире под контролем картеля синалоа находится 17 мексиканских штатов а чтобы вы понимали насколько могущественен картель синалоа просто посмотрите на эти кадры это бойцы картеля перекрывают улицы города кульякан и устанавливают блокпосты после того как сын эль-чапа а видео гусман был задержан спецназом сыном является вот этот человек в кепке которого уж очень уважительно арестовывают картель угрожает устроить абсолютный хаос в городе если а видео не освободят и что вы думаете происходит спустя несколько часов лично президент мексики приказывает отпустить сына эль-чапа в избежание жертв на этом наш топ картелей мексики завершён но рекомендуем также посмотреть ролики про эль-чапа и пабло эскобара